МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я уверена, что для Одессы это действительно грандиозное спортивное событие. В этом году Суперкубок Украины будет не просто игрой, это будет не только матч, это будет еще и супершоу. Это, ну, слово, мне кажется, что по последним таким мировым стандартам. Ну, а больше расскажет, конечно, наш гость. Это Владимир Генинсон, президент украинской футбольной премьер-лиги. Здравствуйте, Владимир. Я вас благодарю, что вы выбрали вот эти 20 минут, чтобы вырваться к нам, потому что договариваться было крайне непросто. Я понимала, что у вас все расписано буквально по минутам. И прекрасно понимаю, что за три дня до Суперкубка вы, наверное, очень волнуетесь, или уже не очень. На самом деле волнение прошло в тот момент, когда мы определились, что это будет Одесса на самом деле, потому что действительно город, в котором мы уже знаем, как работать, мы умеем работать, это тот город, который нас принимает с распростертыми руками, как городская администрация, так и областная. Одесса любит футбол, это правда. Полностью идут навстречу, помогают, поддерживают нас. Следующий, скорее всего, этап волнения, это будет, когда мы будем вручать уже золотые медали, потому что мы надеемся, что будет шоу не только вокруг футбола, но будет и на поле, как мы ее называем «битва титанов». Но опять же хочу подчеркнуть, битва титанов должна быть в спортивном смысле этого слова, должно быть взаимоуважение, и самое главное, мы хотим напомнить нашим основным участникам, это футболисты, которые будут на поле, что будет очень много детей, очень много женщин на этом матче. Одесса славится тем, что приходят не только самые ярые болельщики футбольные, приходят именно с семьями. Мы это совместили с кинофестивалем, который стартует вместе с нами. 14-го, да, за несколько дней. И поэтому у нас море, скажем так, мероприятий. С сегодняшнего дня стартанула диджикар, то есть это машина, которая будет ездить по всей Одессе. Скажем так, музыкальная касса на колесах, диджей сидит наверху, играет музыка, любой человек, который хочет, может остановить с руки эту машину и приобрести билет прямо с колес. Своими глазами видела, как она передвигается по Одессе. И знаю, что 20 тысяч человек уже приобрели билеты, но интерес, конечно же, остается. Мало того, в этом году есть еще один интересный нюанс. Билеты стали именными. Абсолютно верно. Они именные, но не каждый билет именную. То есть на один паспорт можно купить 4 билета. О чем это говорит? То есть, естественно, нужно иметь при себе какое-то удостоверение. Или же права, или же паспорт, за гранд паспорт. Любое удостоверение, которое может подтвердить личность. На самом деле на входе не будет каждого человека проверять. Покажите, пожалуйста, паспорт. Это будет происходить селективно, выборочно, в тот момент, если стюарды или полиция посчитает нужным проверить человека. Опять же, это будет зависеть от поведения человека, как он идет на футбол, как он себя ведет на входе. Это первая часть. Вторая часть хочу подчеркнуть, что любой человек, который приобрел билет, то есть он дает свой паспорт, номер телефона, и он несет ответственность за этот билет. То есть если он его передал, и, не дай бог, будут беспорядки, которые начнутся именно в том месте, где у него билет, то он ему придется нести ответственность. Он попал на неприятности. По поводу 20 тысяч билетов, которые реализованы, это не максимум. Вместимость стадиона около 30 тысяч. То есть есть еще билеты как в кассах, так и в промазонах. Сегодня стартовала первая промазона в Аркадии. Это больше промазона с конкурсами, шоу, популяризация футбола, с рассказом о истории футбола. Опять же, футбол в Украину зашел через Одессу, все мы это знаем, через моряков английских, которые приехали в порт в конце 18 века и начали играть в очень странную игру. И начали подсматривать наши моряки так же, начали в нее играть. Не случайно в Одессе его так любят и по сей день. Абсолютно верно. Поэтому мы действительно надеемся, что стадион будет полный. Для нас очень важно, чтобы когда все эти камеры включились, а мы будем транслировать 26 камер в Full HD, телеканал, который транслирует ТРК Украина полностью, сделал все по стандартам Лиги чемпионов с тетровкой, все будет на самом высшем уровне. Вот мне бы хотелось, чтобы когда камера шла по рядам, мы не нашли ни одного пустого места. Вот это наша основная задача. Я думаю, что так и будет, потому что пару дней всего осталось, 20 тысяч продано, еще 10 тысяч, это очень маленькая часть. Но мы не считаем тех зрителей, которые будут буквально рядом с огромными, я думаю, экранами и дома, и не только дома. Футбол принято смотреть в Одессе в каких-то общественных местах, и это превращается в такое целое зрелищное событие, насколько я знаю. Абсолютно верно. Будет одна из промазон, которая в прошлом году транслировала футбольный матч. Мы сразу можем сказать, что это был один из тех опытов, которые в этом году мы не будем внедрять, потому что мы хотим, чтобы люди были на стадионе, была атмосфера. Но очень много... Камера не может передать атмосферы стадиона. Конечно. И мы знаем, что очень много заведений в Одессе будут транслировать в прямом эфире, и мы видим уже те афиши, которые вывешивают заведения. Приходите к нам, посмотрите матч «Супергерои». Опять же, почему «Супергерои»? Это все связано с кинофестивалем, блокбастер «Твоего лета». В прошлом году это было «Кто порадует маму» с намеком на «Одессу маму». В этот раз это блокбастер. То есть вы решили такую одну сюжетную линию как бы выстрелить, да? Каждый раз будет со своими нюансами. Шоу начнется в 8.30, поэтому попрошу приходить не в 9 вечера. Во-первых, чтобы было легко попасть на стадион. Во-вторых, само шоу с награждением лучших номинатов и лауреатов прошедшего сезона будет происходить с 8.30. В перерыве будет несколько развлекательных программ. И перед началом второго тайма у нас будет выступать наша звезда, человек, который популяризирует футбол. Он занимается не профессиональным футболом, а больше дворовым футболом. Человек, который живет этим, человек, который делает все, чтобы в футбол развивался, это Ярмак. Я знаю, что, сделав билеты именными, вы преследовали две цели. Не только для того, чтобы действительно кто-то неу соответственность за людей, которые приходят на стадион, но и для того, чтобы пресечь все варианты для перекупщиков. Не секрет, что это принято в Одессе, да и не только в Одессе, наверное, в любом городе миллионники, когда билеты продаются, перепродаются. На этом спекулируются и так далее. Это один из вариантов борьбы с коррупцией, как бы так, да, наверное? Это один из вариантов, потому что перекупщики еще не совсем понимают, как можно купить больше четырех билетов. Более того, они понимают, что когда они начинают перепродавать, человек спрашивает, а что же все-таки, как мне зайти на стадион? Одесса является не исключением из правил. На самом деле, действительно, и в Киеве, и в Харькове, везде можно найти перекупщиков. На данный момент у нас был один-единственный случай, это произошло сегодня, что у нас с нашим билетным оператором есть 50 человек, которые отслеживают перекупщиков. Это больше нам интересно даже, чем кому-то другому. Как сработала эта система? Сегодня был первый случай, мы действительно поймали человека, у него было на руках четыре билета, но то объяснение, которое мы получили, в принципе, оно логично. Я студент, не могу добраться до Одессы, что же мне делать? Я сразу скажу, что делать в такой ситуации. Если вы не можете добраться до Одессы, или если же вы все-таки, кто-то улетел за границу, у нас будет работать пять пунктов обмена билетов. То есть, если билет затерся, если кто-то приходит с билетом, у него нет паспорта, или там брат передал брату, лучше всего подойти, у нас будет опять же пять пунктов обмена, вы их увидите на входе, везде будут стрелки. То есть можно вернуть свои деньги и, соответственно… Или же вернуть деньги, или предоставить свой паспорт и сказать, вот мой брат мне дал билет, пожалуйста, поменяйте на другое или. Это все возможно, это все делается по европейским стандартам. Учитесь цивилизованно относиться ко всем вот таким мероприятиям, в том числе, да, потому что это все-таки уважение к самому себе прежде всего. Я знаю, Владимир, что будет, конечно же, усилены меры безопасности. Для Одессы футбольные матчи, особенно такого уровня, это серьезные испытания. Ну, прежде всего, испытания для полиции, конечно же, потому что приходится работать в усиленном режиме, приходится работать всем, всем и еще кому-то, для того, чтобы было спокойно и тихо, и для того, чтобы не закончилось это какими-то неприятными ситуациями. Поэтому в этом году и губернатор поручился за то, что будет спокойно. Абсолютно верно. Одно из тех условий, когда мы выбирали Одессу, это была встреча с областной администрацией. После того, как мы увидели не только заинтересованность, а после того, как они нам дали даже расклад, расстановку сил, мы увидели, что это будет по сравнению с предыдущим годом, намного, скажем так, уже более цивилизованно, и они научились на своих ошибках прошлого года. Более того, не забывайте, в Одессе в этом году прошли, скажем так, не в этом году, в этом сезоне прошли три топовых матча. То есть «Заря» играла здесь свои самые топовые матчи, вы видели стадион, просто был аншлаг. И с каждым разом все учатся лучше и лучше и лучше. Во вторник прошли учения на стадионе, отрабатывалось несколько разных ситуаций и вариантов, начиная от захвата и заканчивая пожаром на стадионе. То есть ребята очень сильно к этому готовятся. Более того, как вы сами сказали, губернатор лично поручился, и более того, он сделал все, что он мог. Но мы получили усиленные наряды, мы получили то количество людей, которое мы просили. Будут три, скажем так, три кордона, через которые люди будут проходить. То есть у нас будет поступенчатая система входа на стадион. То есть степень защиты достаточно высока. Достаточно серьезная. Почему? Потому что после определенных событий в Одессе всем известных культ раз относится достаточно настороженно. И я думаю, что, ну, наверное, и они сами должны были сделать уже выводы, учитывая, что есть... Ну, как вы знаете, или если не знаете, я вам расскажу. У черноморца есть две группы ультрас, которые между собой, в принципе, общаются. Я не могу сказать, что они дружат или не дружат, но они между собой общаются. Они между собой все согласовывают. У нас, со своей стороны, есть открытый диалог с обоими группировками, скажем так. Ребята действительно заинтересованы, чтобы Суперкубок проходил каждый год. Именно здесь у нас... Поэтому вести себя надо достойно. В Одессе. И поэтому не запланированы акции никаких от вывешивания баннеров до выбегания на поле. Самый большой для нас страх – это если человек придет немножко, скажем так, подвыпивший или выпивший. И после этого решит пофотографироваться с футболистом во время матча. Вот это самое большое опасение. Хорошо. А допуск с алкогольными напитками – это будет запрещен? Запрещен как? На алкоголе нет алкогольных напитков. Если человек умудрится до этого быть навеселедным. Владимир, несколько слов о двух действительно очень сильных командах, суперкомандах. И одна, и вторая, и «Шахтер», и «Динамо» представляют из себя достаточно таких очень сильных игроков. И вот чего от кого ждете? Я понимаю, что вы сейчас не можете никаких предпочтений, наверное, своих высказывать. Но тем не менее, ваша оценка их готовности. Могу предпочтения сказать. Конечно. Вы за кого болеете? Надеюсь, что в скором будущем черноборец возьмет суперкубок. И могу сказать свое предпочтение и в Одессе дома. Но если быть серьезным, на самом деле это с 2004 года это 15-й суперкубок у нас, которые уже завершились. То есть на данный момент это будет 16-й суперкубок. Расстановка сил 7 на 8 в пользу «Шахтера». Поэтому «Динамо», я уверен, сделает все, чтобы сравнять статистику. С другой стороны, «Шахтер» сделает все, чтобы оторваться от «Динамо» еще на один трофей. Это если взять сами команды. Но у нас же самое интересное шоу еще из два главных тренера. В прошлом году Фонсеке не удалось взять этот трофей. Он выиграл все трофеи, кроме суперкубка. С другой стороны, Хацкевич, который является новым тренером «Динамо Киев», тоже никогда не выигрывал суперкубок. То есть для тренера это дело чести и поединок свой, да, собственно. Конечно, в этот раз будет открыт счет между тренерами. Потому что, если можно так сказать, как «Шахтер», так и «Динамо» строят свои клубы на долгие года с одним человеком. Поэтому я уверен, что Павло Фонсека пришел не на полсезона, не на один сезон, а будет много-много лет в украинском футболе. С другой стороны, дали шанс Хацкевичу. Ему нужно брать, чтобы остаться тоже долго-долго в нашем украинском футболе. Ну, посмотрим. Уже мне становится интересно, как будет дальше. Вы приглашены обязательно. Спасибо. По-другому нельзя. Мы, конечно же, должны воспользоваться этим приглашением. И несколько слов, наверное, знаете, о тех, кто составляет сейчас будущее наших футбольных команд. Давайте уже и того же черноморца, наверное. Наверное, насколько сейчас популярен футбол среди малышей, среди детей, среди… Я сама наблюдаю, что, ну, мальчишки любят играть в футбол. Кто-то это делает во дворе, кто-то это делает в какой-то профессиональной секции. Но, тем не менее, он поднимается, потому что был период упадка. Да, ну, наверное, как и всех видов спорта, как любой вид спорта, переживает какие-то такие волнообразные периоды спады, подъемы и так далее. Вот сейчас футбол, как вам кажется, переживает подъем или он, ну, может быть, это какое-то ровное такое течение его развития? Как, на ваш взгляд? Ну, постараюсь тогда ответить более глобально. Немножко проанализировать, да. Футбол – это действительно, скажем так, самый любимый в мире вид спорта. Но в UEFA и в FIFA уже давно определили тенденцию, что интерес к футболу не растет больше так, как он рос раньше. То есть каждый вид спорта, начиная от регби и заканчивая хоккеем, потихонечку начинает откусывать от футбола ту молодежь, как вы сказали, ту публику, которая раньше ходила. Потому что, скажем, если в Америке это NBA, то это целое шоу, бокс – это целое шоу, хоккей – это целое шоу. Но вы тоже стремитесь уже к тому, чтобы это было шоу? Поэтому была разработана глобальная система, мы не скажем, что спасение футбола, а развитие футбола, которое называется Grow 2020. Это та программа, которую UEFA разработала в 2015 году для того, чтобы проанализировать рынок, понять все, почему люди уходят из футбола, почему люди больше не любят футбол, или почему люди переключаются на другие виды спорта. Более того, наша Федерация футбола Украины пошла в ногу со временем, пошла вместе с UEFA и была разработана две стратегии. Одна краткосрочная на 4 года и одна долгосрочная до 30-го года, которая называется программа развития украинского футбола 2030. Это та программа, которая на первом этапе должна также проанализировать, оценить все те риски, которые связаны с футболом, и после этого понять, что нужно людям. На первом этапе мы уже знаем, первое – это инфраструктура. Люди не пойдут на стадион, где деревянные скамейки, где нет никаких удобств. Хочется комфорта, да? Да, потому что у нас уже человек, который ходит на футбол, становится избалованный. После того, как побывает на НСК Олимпийском или на том же арене Львов, Харьков, Черноморец, Днепр, ты уже не хочешь идти на стадион, который не может тебе предоставить те все комфортные условия. А возьмем ту же жемчужину нашего украинского футбола, Донбасс-арену. Это верх совершенства в Европе был еще пять лет тому назад, и все только стремились делать как минимум не хуже, потому что сделать лучше на тот момент было невозможно. У нас заполняемость Донбасс-арены была больше 85% абонементов. Это было связано с тем, что были все удобства. Люди ходили на футбол как на праздник, как в театр, красиво одеваясь. Девушки ходили на маникюр, педикюр ради футбола. Готовились. Конечно. Вот что первое должно быть. То есть это инфраструктура. Второе — это качество футбола. Ваш вопрос был, где мы сейчас? Ну, на самом деле мы сильно упали вниз, потому что нету тех денег, чтобы привлекать легионеров. Легионеры — это те люди, которые тянули за собой молодежь, которые могли научить, и не только молодежь на самом деле. Нету того уровня легионеров, остались там легионеры в двух клубах, и их уже на самом деле все меньше и меньше становится. Растите своих. Вот. Что это даст? Это даст толчок для нашей своей молодежи доказывать себя в основном составе внутри нашего чемпионата. и после этого попасть в национальную сборную. Когда-то таким образом появились и Ребров, и Шевченко. Это те звезды, которые засияли, потому что футбол был в самом низу. Не могу сказать, что мы в самом низу. На самом деле есть еще куда падать ниже. Но просто все делается для того, чтобы падение остановилось, и мы пошли по синусоиде вверх. Ну и нужно начинать, наверное, с маленьких, да? Искать вот с таких там пяти-шестилетних. С какого возраста футбол? С пяти? С трех лет, на самом деле. В Киеве есть две школы, которые берут уже трехлетних деток. Приблизительно к шести годам понятно, насколько уровень не физический, а именно интеллекта этого ребенка. Хотела спросить, когда понятно становится, имеет смысл дальше продолжать? Обе эти школы закладывают ребенку, скажем так, с пятилетнего возраста, уже английского языка. Наша самая большая проблема, когда наши футболисты попадают в новую атмосферу, скажем, в Турцию, в Голландию, в Бельгию. В Бельгию, языковой барьер. Все тренера говорят на английском языке, потому что много легионеров. Наши не успевают их понимать, да? Это может быть самая большая проблема наших тех звезд, которые ушли в европейские чемпионаты. Не подумала бы, что оказывается. И сели на скамейку запасных. Они не понимают, что от них хотят. А рядом с собой держать постоянно переводчика — это нереально. Поэтому английский язык — это залог успеха в футболе. Ну вы просто новость какую-то, мне кажется, сообщили. Потому что, правда, мне казалось, что вот и футбол — это очень здорово владеть мячом. Да, оказывается, футбол — это еще и здорово владеть языком. Абсолютно. Это шоу должно действительно поднимать имидж и престиж такого вида спорта. Ну и продолжать, продолжать, продолжать. Пусть все получится. Владимир Генинсон, президент Украинской футбольной премьер-лиги, был гостем нашей студии сегодня. Я напомню, что Одесса готовится к грандиозному спортивному событию. В субботу нас ждет Суперкубок Украины по футболу. Играть будут шахтеры «Динамо». Так что, если вы среди тех, кто уже купил билеты, готовьтесь. А если нет еще, то есть шанс. Будьте на Первом городском. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok